Экономист Кубан Чироев, он же лидер самопровозглашенного народного движения по защите прав заемщиков, давно обещает должникам решить их проблемы простым путем. Он и заемщики нередко оккупирует государственные финансовые учреждения с требованием амнистировать взятых в банках уже потраченные кредиты. Чироев, вероятно, надеется, что власти надавят на банки. На этот раз люди собрались у американского посольства. Сегодня мы требуем амнистии долгов, амнистии кредита. Это наши требования сегодня. Мы не хотим, а мы требуем, потому что мы имеем на это право. О каком праве идет речь, Чироев толком не говорит, но утверждает. Некоторые банки, финансированные неправительственными организациями США, обманули своих клиентов, и таких клиентов по стране несколько тысяч. Эти банки, Байтушим, Компаньон и Финка, выдавали кредиты пенсионерам, 78-90-летним пенсионерам, выдавали инвалидам, заранее зная, что они не способны возвратить. Сами заемщики в надежде освободиться от долгового бремени с радостью выходят на любые пикеты. При этом многие, воззвученные в Кубаном Чироевым банках, кредиты вовсе не брали. Проценты слишком высокие у нас, 36% годовых. Я брала микрокредитную компанию «Тулпар», частный банк, взяла, но никак не могу заплатить. В 2013 году я заложила дом и взяла кредит – 500 тысяч сомов. Кредит должна была выплатить в течение трех лет. За эти годы только процентов я должна была выплатить более 240 тысяч сомов. Платить я уже не могу. Я продала всю скотину. Между тем, Национальный банк озвучил свою информацию. Из 2000 поступивших заявлений у половины заемщиков нет проблем с погашением кредита. Трудности возникли только у 500 человек. У остальных дела рассматриваются в суде. Да и их, по всей вероятности, суд признает платежеспособными. Несмотря на статистику, правительство все-таки обещает помочь должникам. Для этого создана межведомственная комиссия, которая работает напрямую с заемщиками. Но ни о какой стопроцентной амнистии речи быть не может, предупреждают чиновники. В рамках данных комиссий определенная интенсивная работа проведена именно со стороны данных комиссий и коммерческих банков. Для того, чтобы в рамках закона, в рамках возможных соответствующих законодательствам рамок были все-таки предоставлены определенные льготы, определенная реструктуризация кредитов там, где это возможно. Да и большинство банков готовы рассмотреть обращения должников. Вот только заемщики должны приходить в офисы финансовых учреждений, а не на митинге, говорят банкиры. Я думаю, наши заемщики не дадут соврать. Мы лицом стоим к ним, к заемщикам и готовы им оказать содействие. Многие эксперты считают, что в период сложной экономической ситуации брать кредиты под 30-40% годовых на свой страх и риск нецелесообразно. Вкупе с низкой финансовой грамотностью населения проблемы с заемщиками, прогнозируют эксперты, будут продолжаться и дальше. По всей вероятности протестные движения тоже не прекратятся. Шавкат Тургаев, Азат Матымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.